А вот сейчас Ика уже у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Где-то Рома потеряла. Ну, мы отдельные артисты, и я не обязана отчитываться. Какая настоящая женщина! Хлоп-хлоп! А-а-а! Я не обязана отчитываться. Слушайте, ну давайте начнем по теме эфира разговаривать. У нас сегодня мы обсуждаем новую реформу правительства, что они будут мотивировать российских пенсионеров к внутреннему туризму. В связи с этим вопрос следующий. Какое путешествие ты откладываешь на старость? Ой, вообще стараюсь не откладывать. У меня есть цель, как можно больше путешествовать, потому что для меня это, конечно, одно из главных удовольствий в жизни, правда. Я очень люблю. А много стран уже посетила? Да нет, не очень. Очень мало в Европе. Я, представьте, до сих пор не была по-нормальному в Италии. Но я была много где по чуть-чуть, по каким-то там проездам, делам, гастролям. И так далее. А вот так, чтобы кайфануть, я только вот в Таиланде раз в 12 была. И как ты там кайфанула? Это просто моя любимая страна. Это, наверное, какое-то для меня место силы. Там очень вкусно. Я себя там чувствую хорошо, несмотря на ту влажность, которая там есть. И там есть таймасса. Да, и это тоже. Это все тоже есть. Там чего только нет. Хотела спросить, самая скучная страна, по твоему мнению, даже если ты в ней не бывала, вот так, навскидку. Скучная, наверное, холодная. Я очень с морозами не дружу. То есть Гренландия не твой вариант. Гренландия будет, наверное, интересно, потому что там совсем, наверное, сумасшедшие живут. Да, они берут акулу, закапывают их в землю, а потом через две недели откапывают и едят. Ну, то есть это национально-гренландская кухня. Не бааа, а может быть даже в... Так, Лер, давай, соберите. Нормально. Я знаю людей, которые не лучше готовят. А вот вы говорите, когда же там скучать и грустить? Пока вот эту замороженную ногу оленя отгрызешь. То пока все, мне кажется, не до грусти. А еще вспомнили про оленя. У меня сразу женская логика. Думаю, оленя надо догнать. И вспомнила, что ты любишь бег. Ты зимой тоже бегаешь? Да, это вообще логика идеальная. Ой, это я еще не на такое способна, особенно с утра. Да, я бегаю только в зале. Единственное, что вот по-моему сейчас секси-голосу понятно, что я немножечко оправляюсь уже от простуды. А участвую у вокалистов. Болел давно, а голос продолжает восстанавливаться еще очень долго. Поэтому я когда восстановлюсь, я снова начну бегать. А я думал, ты стала участницей фан-клуба Ирины Аллегровой. Поэтому у тебя такой голос. А-а-а. Нет. Императрица. Шальной императрицей стала. Там, кстати, в фан-клубе Ирины Аллегровой такие должности. Шальная императрица. А еще какая песня знаешь? А я знаю, младший лейтенант, мальчик молодой. Вишневая девятка. А Вишневая девятка тоже Аллегрова? Вроде. А, нет, по-моему, нет. Все, посыпалась, посыпалась. Вот так. На исторической нотке. Это комбинация была. Ой, как стыдно. Но сейчас мы сделаем небольшую паузу в нашей беседе. Потом вернемся и продолжим задавать вопросы певице Ики. Кстати, задавайте и вы в вк.ком слэш страна.фм. Пусть говорят, ты не для меня Что надо на другую поменять Что не подарок, не идеал Но тебя всегда искал Я так устал слушать этот бред Что в мою жизнь приносишь только вред Я для тебя написал куплет Это будет мой ответ О-о-о-о-о-о-о Ты словно огонь Меня сжигаешь О-о-о-о-о-о Мне так повезло И ты это знаешь О-о-о-о-о-о Ты именно то О чем мечтал я О-о-о-о-о-о-о Спасибо за все Теперь родная Вокруг все знают, как надо жить С кем мне встречаться И постель делить Но ситуация такова Как об стену их слова Ты для меня настоящий клад Лучшая из всех моих наград Мы будем вместе с тобой всегда Детка, я люблю тебя О-о-о-о-о-о-о-о Ты словно огонь Меня сжигаешь О-о-о-о-о-о-о Мне так повезло И ты это знаешь О-о-о-о-о-о-о Ты именно то О чем мечтал я О-о-о-о-о-о-о-о Спасибо за все О-о-о-о-о-о-о Ты не родная О-о-о-о-о-о-о-о Ты словно огонь Меня сжигаешь О-о-о-о-о-о-о-о-о-о Мне так повезло И ты это знаешь О-о-о-о-о-о-о-о-о Ты именно то О чем мечтал я О-о-о-о-о-о-о-о-о Спасибо за все Теперь родная Страна ФМ А вот и мы Вот и мы Валерия Майорова, Кирилл Исаков и конечно же Ика у нас в гостях Продолжаем беседовать О чем бы вы думали мы говорили вне эфира? О перловке О перловке и отсутствии животной пищи Да Потому что Ика поделилась с нами, что старается не есть мясо Так? Да И бодрее и веселее от этого Да Да Просто загадочная такая Увидела Это очень длинная философия У всех разные Разные причины, почему они не едят мясо У меня нет никаких историй, связанных с убийством там животных, жалости и так далее Я очень это все разделяю Для меня мясо Добавляет агрессии Ты в метро просто не ездишь А когда ездишь в метро без мяса не обойтись Но там в час пик такое мясо происходит, что хочешь не хочешь, а перестанешь быть вегетарианцем У нас есть рубрика, которая заменяет стейк с кровью Такой прожаренной Называется она Блиц Задаем быстро вопросы, ты не думая, прям быстро на них отвечай И вообще не думай, что из этого получится Готова? А вы-то готовы, я же блондинка А, окей Хакер или пахарь? Хакер Мэр Нальчика или отец крепкого мальчика? Мэр Нальчика Шапито или сыграть в русское лото? Сыграть в русское лото Майор ФСБ или солист Эксбб? Пропускаем Пропускаем Один раз можно сыграть Дима Билан или продавленный диван? Давай, давай, соберись Дима, Дима, давайте В отпуск в Пакистан или троллейбус в теплый стан? В отпуск в Пакистан, я там не была Да, вот, отлично А в теплом стане была Как спят дельфины? Горизонтально Горизонтально Полет бизнес-классом или встреча с классом? Полет бизнес-классом И там можно с классом, кстати, встретиться Куда пропадает второй носок? Всех мужчин волнует этот вопрос А мой куда пропал? Мой любимый, куда пропал? Ну и последний Спой что-нибудь в конце блица Вот с таким голосом? Да, императрицу можно шальную Нормально лежит, мне кажется Пойдет Итак, друзья Это был Блицик Спасибо Спасибо, что у меня спасли Он позволяет немножечко растормошиться Проснуться Сейчас мы вновь прервемся Для того, чтобы потом вернуться с новой силой Продолжить задавать вопросы Ну же, вытворяй чудеса С сам-то нельзя Кто-то так сказал А ты мне слушай Ты не шагу назад А тот момент, когда надо Им всем показать Кто-то-кто? Кто тут свеж? Ничего себе! Ничего себе! Покажи им всем Покажи им всем Покажи им всем Ну кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе! Покажи им всем Что ты чувствуешь То самое чувство Когда ты круче всех То самое чувство Когда ты на волне То самое чувство Когда ты круче всех Круче всех У тебя все получится То самое чувство, когда ты круче всех То самое чувство, когда ты на волне То самое чувство, когда ты круче всех Круче всех, у тебя все получится Покажем Ну же, провоцируй успех Пусть завидуют все, ты по жизни в игре А кто ты лучший, впереди твоя цель Сделай так, чтобы они изменились в лице Кто тут свеж? Ничего себе, ничего себе Покажи им всем, покажи им всем Кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе, покажи им всем, что ты чувствуешь То самое чувство, когда ты круче всех То самое чувство, когда ты на волне То самое чувство, когда ты круче всех Круче всех, у тебя все получится То самое чувство, когда ты круче всех То самое чувство, когда ты на волне То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех У тебя все получится Вернулись Вернулись А, кстати, никуда и не уходили, просто послушали песню И здесь Все в том же составе И приятно, что Ика по-прежнему с нами Привет еще раз, Ика Спасибо, мне тоже очень приятно с вами проводить это утро Вот в Блиц-опросе была затронута серьезная тема Что бизнес-класс или встреча с классом Как давно ты виделась с одноклассниками? С избранными Я вижусь очень часто Они избранные что они? Они плохие люди? Они просто избрали Москву так же, как и я своим местом жительства Да, и мы видимся часто Общаемся, встречаемся, кушаем И помогаем друг другу по жизни А я хотел задать вопрос А как попасть в число избранных одноклассников? И она взяла и сама ответила на этот вопрос На самом деле я приезжаю, когда в сферобудной город Астрахань Я с удовольствием встречаюсь Но очень много просто пропало куда-то людей И даже соцсети часто не помогают А кто-то еще разъехался тоже В других городах Ну вот есть какой-то друг или подруга, которого ты хотела бы найти Может быть сейчас, пользуясь случаем Да Программа «Пищу тебя» с Валерией Майоровой В гостях у нас Ика Две Жени, которые учились со мной Обеих потеряла Одна вроде как была в Сочи Другая в Астрахани Вроде как вышла замуж Жени Пожалуйста, вы знаете, о ком я говорю Появитесь А еще хочу... Вы должны 15 тысяч рублей каждой, Ике Нехорошо занимать и исчезать Что ты наговариваешь? Кстати говоря, можем тебе друга предложить Земляка твоего астраханского Да? Наш программный директор из Астрахани Поэтому если тебе грустно, можем познакомить Будете переписываться Кстати говоря, давай небольшой... Жена программного директора такая Ту-ду-ду-ду-ду-ду Что говорит этот выскочка? Кстати, у тебя есть такая веха истории Твоей, да, творческой Ты выступала с коллективом «Сударушка», так? Да Как я понимаю... Как я понимаю, вы исполняли «Хип-хоп-хаус», да? Ага, судя по названию Мы исполняли в академическом... Так, сейчас будет тавтология В общем, академическим вокалом Таким, достаточно обычным Пели русские народные песни То есть не русским народным вокалом Эй-эй-эй-эй Без этого Да, восемь лет Восемь лет Не скучаешь? Нет Зато, честно, друзья Вот так, время от времени нам приходится прерываться Но ничего, мы преодолеем эти реалии И скоро совсем вернемся И продолжим задавать вопросы Ике Ничего не предвещало, вроде бы А теперь не понимаю, быть или не быть Почему не совпадает в чем секрет То тебя уже нету, то меня еще нет Я сегодня словно между двух огней Или на краю обрыва Если быть точней Не забудь свой зонтик, милый, будет дождь Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой Ты просил найти выход А выход только такой Это стало понятно мгновенно Я просил говорить откровенно Тебе поверил, но это было, видимо, зря Не надо подумывать факты Сто, хватит Твои клятвы были напрасными Снимем маски, выход один Но слух о том, что ушел другой Это не сказка Это не была ошибка и глупая Я тебя оберегаю, а себя боюсь Наикучие лекарства — это ложь Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой Ты просил найти выход А выход только такой У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просим ночи выход, а выход только такой. Страна ФМ. Реклама. И сказал, дед, таких низких цен, пожалуй, нигде нет. Новогодняя распродажа в торговом центре «Мебельпарк» Румянцево, Киевское шоссе, 500 метров от МКАД. Телефон рекламной службы. 8495-276-1224. Страна ФМ. Да-да-да, это Страна ФМ, ничего не меняется, мы стабильны, как золотой червонец. Да? Не знаю. В гостях у нас Ика, Валерия Майорова, Кирилл Исаков. Тоже в гостях. В гостях у Ики. Вот так вот все у нас быстро поменялось. Сам себе противоречу. В общем, продолжаем задавать вопросы. Ика, такой вопрос у меня к тебе. Много твоих работ стали саундтреками к фильмам? Да, достаточно. Вот к антикиллеру я знаю стал, да? Да, да. К физруку и... Черная молния Бекмамбета. А, прекрасно. Каково это, услышать свою песню, сидя, например, в кинотеатре? Странно. Я была на пресс-показе специально для сотрудников, работников, перед тем, как выпустится вообще фильм. Показывали, в общем, в каком куске будет мой трек «Нули в любви». Я, если честно, такая, что... Потому что для меня, по моему ощущению того, что это за песня и так далее, и так далее, она даже там играла, пусть по радио, как бы у них в кадре, но все равно мне казалось, что это не вяжется. Я такая... Поэтому очень часто ощущения бывают такие смутные. Вот если бы я была режиссером, я бы вообще не сюда поставила. За что ты деньги берешь? Ну, фильм безумно понравился. Я же редко, если честно, скептически отношусь и вообще сноп к русскому кинематографу, ну, вот к современному, к этим, ко всем. А «Антикиллер-3» я вот так смотрела. И операторская работа, и вообще, что там вот они тогда накрутили в 2009, да? Ой, мне очень понравилось. А ты знаешь, вот у нас, вот с Кириллом есть такая фишка, нам когда пытается программа директор, говорит, ну, вот я вас сейчас поставлю, мы говорим, не надо, не надо, у нас голоса противные, мы не хотим себя слушать. У тебя вот восприятие своего голоса, оно какое? Нормальное. Ну, то есть хорошо поешь? Ну, нет, не в этом дело, я адекватно это воспринимаю. Ну, то есть... Ты чувствуешь, ты хорошо поешь, ну, как бы вот сто процентов себе это говоришь, то надо уходить из профессии. Давай вернемся к теме фильмов. Есть у нас такая небольшая игрушка для тебя, называется «Русский фильм» или «Выдумка». Я тебе даю некое название, тебе нужно понять, это реальный фильм, который был снят, либо... Это игра как раз для меня, я знаток. Давай, итак... В кавычках. Итак, первый, про бизнес... Тяжело даже выговорить. Про бизнесмена Фому. Про бизнесмена Фому фильм такой. Бизнесмена Фому? Да. Нет. Был. Там Нина Русланова играла, Михаил Евдокимов. Бледнолицый лжец? Может, был. Да, действительно, Сергей Безруков играл в этом фильме. Щелкунчик сатаны? Может быть. Может быть. Наши могут назвать, мне кажется. Тогда я продам кому-нибудь это название, потому что придумал. Воланчик и малыш Натанчик. Вот такой фильм. Blackstar, что ли, Викатерин? Нет. Кто знает. А, правильно, молодец. Странные мужчины Семеновой Екатерины? Екатерина Семенова, разве нет такой актрисы? Давайте да. Да, действительно, был такой фильм. Там Наталья Фессон играла, Александр Абдулов. Убежать догнать напиться? Нет. Да, действительно, потому что оригинал называется Убежать догнать влюбиться. Константин Крюков там играл. Ну и последний, Месть Баклажана. Тоже Blackstar. Тоже Blackstar. Думаешь, было? Нет. Нет, конечно, не было. А может быть, там Григорий Васин доиграл. Помнишь, фильм «Жмурки» такой был? Там у его персонажа было прозвище «Баклажан» такой. Мелодия души. Звучишь ли ты? Или пропала среди суеты? Среди людей, бегущих по своим нуждам? Среди забытых сказок о добре и дружбе? Среди зарытых многих обещаний, Что люди юные себе давали, возмущаясь. Как может быть с таким жестоким мир реальный? И незаметно сами в сердце носим камень. И вот уже человек человеку волк, И пропасть между нами все растет. Предать за выгоду как будто не порог, И на себя взглянуть мешает потолок. И несмотря на слухи о глобальном потеплении, Люди становятся друг другу холоднее. В этой полярной ночи обледенений Я только жду надежду, что согреет. Пелодия моей души Не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Пелодия моей души Пожалуйста, звучи в кромешной тьме, Мне выход покажи. Пелодия моей души Веди, когда свет пути почти неразличен. Пелодия моей души Звучи Мелодия души Ты так нужна, Когда само слово душа Произносить нельзя Там, где умами правят цифры и проценты Когда вас заживо съедят, почуяв сентименты Где напряжение порою достигает точки Когда твое движение дальше просто невозможно Когда сомнений ворох раздирает душу Как сделать правильно, как поступить лучше Когда за благородную работу лишь гроши Хотя вокруг одно бабло и торгаши И в этом мире надо как-то дальше жить Со всех сторон на нас текут потоки лжи И фильтровать все это нету больше сил Очередной конфликт совсем нас подкосил И просто кажется, что мир разрушится Мелодия души, лишь вера в лучшую Пелодия моей души Не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Мелодия моей души Пожалуйста, звучи в кромешной тьме Мне выход покажи Мелодия моей души Вереди, когда свет пути почти не различим Мелодия моей души Звучи Мелодию твоей души не заглушить Когда так ясен и понятен смысл жить Чтоб видеть рядом ясные глаза родных И делать все, чтоб загоралась радость в них Собою жертвовать все ради этих глаз Не через год, не через месяц Не через месяц, а сейчас Чтоб ощущалась радость этих дней Чтоб мелодия звучала все темней Мелодия моей души Не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Мелодия моей души Пожалуйста, звучи в кромешной тьме Мне выход покажи Мелодия моей души Вереди, когда свет пути почти не различим Мелодия моей души Звучит Пой со мной, пой со мной Пой со мной, пой со мной Давайте петь с нами, а лучше говорить, задавать вопросы, потому что такой уникальный случай, когда к нам пришла певица Ика. Привет, Ика, еще раз. Будем здороваться. Каждый выход с тобой без устали. Валерия Майорова и Кирилл Исаков по-прежнему с вами. Ну, вот вопрос не сдают, а пишут в комплименты, да? Парни наши проснулись, стрипянулись. Наши парни, они такие достаточно брутальные. Наши слушатели тут... Ты хочешь зацитировать? Ну, конечно, симпотная. Четко. Четко. Нравятся такие комментарии? Такие комплименты? Делают часто? Делают часто, спасибо. Да, спасибо вам. Это Николай Стрункин. А вот вообще самый нелепый способ, который мужчина пытался с тобой познакомиться? Вашей маме зять не нужен? Малышка, потанцуй. Ой, ну это все... Ну да, это все скучно уже, ребят. Скучно? Ну, конечно. Надо обновлять свой арсенал. Нам просто весело. Когда ты вот с тележкой, у тебя 35 тысяч килограмм продуктов, ты так с гулькой, и вот в винный отдел заходишь уже, вот последний, и все сейчас домой, и начинается, девушка, а вы не рекомендуете вину? Вот это вот самое удачное. Я так никогда не знакомилась. И при этом человек держит уже коробку этого напитка. То есть что-то лежит. Это хорошее, да. Прекрасно. Слушай, ну давайте, почему бы не попробовать такую рубрику «Мужской взгляд» называется. Я думаю, что ты помнишь, такая была программа «Женский взгляд». Вот у нас «Мужской взгляд». Сейчас позадаем тебе вопросы на чисто мужскую тему, посмотрим, как ты в них ориентируешься. И так, у нас есть соответствующая музыка. Ика, расскажи, пожалуйста, когда ты познакомилась с рыбалкой? Наверное, еще когда даже не родилась. Рыбалка уже была в твоем сердце? Да, она была в моей семье. Ага. А какой след в твоей душе оставил чемпионат Европы по футболу 2016 года? Пустой. Зато честно. Поделись секретами, как правильно класть штукатурку? Нет. Потому что эти секреты нарабатывались годами, и ими просто так не делятся. Зима, время перемен. Когда правильно менять резину на машине? Когда правильно? Ой, когда... Когда уже в каждый поворот заходишь с дрифтом, наверное. Нет, когда тебе муж пишет. Дорогая, сегодня минус один. Пора. Пора. Ну и последнее. Как правильно затопить баню? Затопить баню? Да. Это важно. Выкопать вокруг поглубже. И залить водой. Вот такой мужской взгляд от Эки. Давайте поаплодируем. Спасибо тебе большое. Мне все время жалко. Вот девчонки к нам приходят, и Кирилл начинает их глушить вот этими своими мужскими вопросами. Откуда знать-то? Не знаю, мне кажется, Лера, нам с тобой очень легко, потому что у нас белый цвет волос. И да, этим надо пользоваться. Я очень долгое время боролась с вот этим стереотипом. Да, у меня розоватый цвет волос. Я только хотел... Думал, может, я дали тоник. В принципе, мужчинам это присуще. Но я думаю, что нужно, знаешь, чем воспользоваться? Тем, что, во-первых, ты здесь. Во-вторых, настает время премьеры твоего трека. Поэтому, друзья, настраиваем приемники, делаем их погромче. Если вы сейчас смотрите телевизор, то можно прибавить звук на ваших телевизорах, потому что у нас премьера трека «Ика, дикая». Слушай! Мы попались Ты попался в сети Я тебя хотела Тела, тела Не при чем Не стараюсь Удержать секреты Заявляю смело Я непредсказуемая Твоя Твоя И пускай меня не любят твои друзья Ведь я не иха твоя Такая Титкая 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 Ведь я не иха твоя Такая Титкая 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 А вовсе и не дикая ика. Такая достаточно умиротворенная, добрая, спокойная. Но поздравляю с премьерой трека. Спасибо большое. Как ощущения? Очень приятные. Я безумно рада, что вам изначально пригласили меня презентовать эту песню. Переполняют эмоции. Да, я просто помню комментарий Стаса Шапилова где-то у меня в соцсетях, что типа, неси. Ну все, имей в виду, теперь дады разослушаем эту композицию. И ждем клипа. Да, мы обязательно ждем клипа. Просто вот название дикое, да, и ты такая умиротворенная, не сочетается. А в одном из своих интервью ты сказала еще такую фразу, которая нас с Кириллом в шок повергла. Мы боялись, думали, что отчебучат. Ты сказала, что я немножко отмороженная. В чем это выражается? В том, что ну я не очень типичная во многих. Ну как любые творческие люди, мне кажется, они чуть-чуть ку-ку. Ку-ку. Вот. При этом, конечно, я как бы работаю над тем, чтобы быть спокойной и доброй. У тебя как получается? Скажи, это песня автобиографичная или просто... Да, эту песню написал Рома Бестселлер для мужского вокала про меня. Я так поняла, что он написал это про меня. Она мне очень понравилась. Я говорю, а чего ты ее сам не поешь? Он говорит, это не моя тема. В общем, не моя энергия, там что-то, что-то. Я говорю, окей-окей, я тебя поняла. Потом прошло время, потом я еще раз ее переслушала и поняла, что я бы ее спела, пусть она и низкая и так далее. Я выпросила, он говорит, ну хорошо, если ты сама напишешь музыку в куплете, я... и все получится, тогда окей. Как я понимаю, ну это не первая работа, да, с Ромой Бестселлером? Не первая, но чтобы я клянчила, это первая. Слушай, а с Ромой Бестселлером, это ты про него, да, рассказывала, когда ты была с тележкой 35-килограммовая, видна модель, он девушка, у него нет? Не так знакомство произошло? Нет, да, знакомство по-другому произошло, тоже прекрасно. Тоже. Но это такая интрига по месту. Да нет, просто был концерт Ивана Дорна, когда Иван Дорн только начинал взлетать, это было 8 марта, я была после своих гастролей, они были после своих, еще была куча разных звезд, и мы прекрасно проводили время, это был замечательный 8 марта, и мы с Ромео общались только на тему работы, что давай-ка что-нибудь попишем. Ну и быстренько, да, по поводу клипа, я все-таки задам вопрос, планируется? Конечно, планируется, там как пойдет. Там как пойдет. А с кем еще планируешь посотрудничать, кроме Ромы? Кроме Ромы. Ой, да я много с кем бы хотела, но я стесняшка. Да как же, ты же песни выпросила, что ты нам зачесываешь. Слушай, мы сегодня... Это мужа выпросить. Мы сегодня столько раз упомянули Ирину Аллегрову, что я думаю, если она нас слушает, готовься. Надо каверок как минимум, да? Не, шальная императрица 2, или дикая императрица. Нет, там надо найти какую-то песню очень, которая забыта, но очень крутая, и сделать каверок. Интересные вообще разговоры идут у нас в утреннем эфире, в понедельник. А то все творческие люди немножко ку-ку, а мы немножко творческие, поэтому мы совсем немножко тоже ку-ку. А на троих у нас большое ку-ку получается. Так, осталось у нас буквально 15 секунд, обращайся давай к своим поклонникам, желаем чего-нибудь на всю неделю. Дорогие друзья, я вам желаю самое главное – здоровья. Увеличивайте любовь ко всему, радуйтесь, улыбайтесь – это самое главное. Все остальное – мелочь. Приложится. Ну что, друзья, на этой оптимистической ноте утро на телерадиоканале «Страна ФМ» подходит к концу, у нас в гостях была певица Ика, ну и эти 4 часа вас развлекали Валерия Майорова и Кирилл Исаков. Пока-пока! Пока, счастливая! Пока! Пока!